Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин упал на 62 тысячи с 63, а вчера все были настроены на рост, когда биткоин поднимался на 64, но мое мнение такое, что это ловушка для быков. Посмотрим еще детальнее на трейдинг в Юм. Хорошие торговые объемы на биткоине. Раньше падали торговые объемы, ну вот смотрите на выходных, например, и затем объемы выросли. Но это странная вообще история, что это был за рост на биткоине вчера, на фоне глобальных опасений и страхов, да не должно было быть такого. Присоединяйтесь к моему телеграм-чату, ссылка в описании под видео, скуби тут что-то пишет, юэс что-то, короче в телеграме можете сами почитать. Капитализация рынка 2,2 триллиона долларов, 249 тысяч посетителей на моем сайте, bitcoinprice.live, можете включить у себя на телевизоре, на Bybit регистрируйтесь, получайте бонус 60 тысяч долларов, индекс страха и жадности в нейтральной зоне, доминация биткоина 53,4%, ставка финансирования негативная, и цена биткоина 62 тысячи, и всплеск на объемах. В этом видео сделаем теханализ биткоина, покажу вам свой торговый аккаунт на 600 с чем-то там тысяч долларов, покажу свои сделки, теханализ сделаем, и посмотрим, что вы просили проанализировать, тоже может пройдемся. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик, и давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки, и что у нас тут? Тесла минус 37 процента, вчера. Гугл тоже вниз прошел, NASDAQ и альткоины, особо нет движения. Биткоин 62300 – это недельный таймфрейм биткоина, стахастик направлен вниз, криптогуру бот все еще держит сигнал на покупку, который он дал в феврале прошлого года. Этого бота можете получить на моих курсах по крипто-трейдингу. Биткоин-индикатор бот дал сигнал на продажу на прошлой неделе. Теперь переключаемся на дневной. Сильная распродажа, вчера случилось, большие объемы на продажу, поднимался биткоин с 62 на 64, а я всех предупреждал, что это похоже на ловушку, и похоже, что вот ловушка и захлопывается. Что у нас тут еще на дневном таймфрейме? Может быть, какие-то паттерны? Давайте все поубираем и заново. Вроде как бычий флаг, я бы сказал, на дневном. Видите, тут-то трендовые линии, и биткоин между ними ходит в этом канале. А канал нисходящий в данный момент. И биткоин, получается, вниз идет. 50 000 долларов, может быть, цель, нижняя граница этого канала. Смотрим теперь на 4 часа. Здесь у нас восходящий клин, из которого биткоин вниз выходит. Как я вчера и говорил, шик такой. Внутри давление, давление, вниз выходим. Одна торговая идея стоит у меня на 59 000, и другая на 56 000, и самая крупная на 50 000. Я там поставил заявку на 10 биткоинов. По остальным буду уже ориентироваться по ходу дела. Но на 50 000 я уже поставил заявку. Цена входа 50 414. Стоп лосс на 48 364. И тейк профит на вершину бычьего рынка. На 269 000 долларов. Риск 2000 заработать можно 219. Более рискованный вариант, это зайти на 59 959. Стоп лосс 59 718. Риск 240 долларов. Заработать можно 6500. От 59 может быть отскок. От 56 тоже. Но самая крупная позиция у меня на 50. На часовом тут восходящий клин, из которого биткоин вышел вниз. Цель 59. По выходу из этого восходящего клина. Теперь покажу свой торговый аккаунт. Но сначала напомню про полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь. Тут трейдерский турнир. Призовой фонд 10 миллионов долларов. Заходите в мою команду по этой ссылке. CoinW тоже биржа. Регистрируйтесь. Можно получить бонус 3000 долларов. И проходите мои курсы по криптотрейдингу. 10 миллионов долларов. Призовой фонд в трейдерском турнире на Bybit. Турнир уже начался. До 31 октября будет еще и те. Это осталось 15 дней. А нет, извините. 22 дня. И призовой фонд 10 миллионов USDT. Можете отсканировать этот QR-код и подключиться к моей команде. Индивидуальное вознаграждение максимум миллион. Вознаграждение на команду 563 тысячи. Вот он QR-код. Регистрируйтесь. До 31 октября идет. И также ссылка есть в описании под видео. Перейдем теперь на мой торговый аккаунт. Здесь у меня 656 тысяч 300 долларов. Вчера было за 7 дней. 645 тысяч. Это на неделе. 645. 656. Давайте еще посмотрим. 656. 651. 645. В этом месяце 613. Где-то там было 560 тысяч. 583. Поднимался на 740. И опустился на 656. По месяцу в плюсе на 100 тысяч. Это моя разбивка по балансу. Что я держу? Юнисвап 7 процентов. ЮсДТ 58. МСРТ 13 процентов. Ворлдкоин 8. Биткоин 7 процентов. Доджкоин 5 процентов. В основном я в ЮсДТ. По токенам это МСРТ. Ворлдкоины. Юнисвап. Давайте посмотрим на Юнисвап. А, нет. Это я вчера делал. Давайте, может быть, что вы там просите проанализировать. Почитаем комментарии. 92 140. Почему ты не держишь шибу? Хороший вопрос. Я только доджкоин. Потому что Илон Маск самый богатый человек в мире. Поддерживает доджкоин. И постоянно что-то постит про него в твиттере. И это причина почему я держу доджкоины. А другие мемкоины я не особо так. Потому что они стремятся к нулю. У них никакого применения нет. А ты что, продал Покет уже? Да, вроде бы и продал я его. Покет я не держу. Нет у меня Покета. Но сделать теханализ смогу. Если кто-то еще попросит. 10 иксов не будет. Опустится ли биткоин на 50? Чтобы можно было взять. Да я там как раз и поставил заявку на 50 тысяч. Вот я вам сейчас покажу. Смотрите. 100 эфиров по 2000. 2400 салан по 80 долларов. 2 миллиона 400 тысяч доджкоинов по 8 центов. И 10 биткоинов по 51 тысяче. Тоже вас люблю. Я тебя смотрю. Покупаем, покупаем, продаем, продаем. Это трейдинг. Идем на 42. Буллран закончился. Я думаю, что 50 это возможно. Но не думаю, что придем на 42. Кейк. Если будут еще просить, сделаем. Доджкоин 10 иксов. Нет. Нет. Упадем на 54 минимум. 10 иксов никогда не будет. Ты крутой чувак, Джеймс. Спасибо. Тоже вас люблю. Будьте осторожны с лонгами. Все падает. Согласен. Нужно подбирать на падениях. Как присоединиться к телеграмму? Дай ссылку. Ты уже неделю говоришь, что будет падать и оно растет. Ну так упал же. С 64 на 62. Поэтому не так, чтобы и растет. Но хорошо. Присоединяйтесь к телеграмму. 153 трейдера онлайн. Думаю, что скоро договорятся по Украине. Как только это будет сделано и когда успокоится ситуация на Ближнем Востоке, то рынок помпанет. Скуби показывает индекс доллара. Что-то про комиссию. В общем, разные разговоры в телеграмме. Теперь давайте посмотрим эфириум. И если вы тоже хотите, чтобы я что-то проанализировал, то пишите в комментариях. Эфириум и Юнисвап. Ну, я вроде как вчера делал Юнисвап. Давайте посмотрим эфириум. А, спрашивали еще про Бенби. Бенби на недельном. Быстро пройдемся, посмотрим, что там на графике. На графике бычьей флага. Может опуститься на 440 долларов. Там я бы в лонг заходил. И торговал бы до 870 долларов. Это цель по выходу из бычьего флага. А теперь эфириум. 2430 долларов. Эфириум на двухлетней трендовой линии. Которая тянется еще с сентября 2022 года. Вот смотрите, тут симметричный треугольник. Эфир оттолкнулся от нижней границы. Но я думаю, что пробьет вниз этот треугольник. Потому что будет какое-то событие, которое подтянет рынок вниз. Цель 2000 долларов. Также не забывайте подписаться на мой твиттер. 91800 подписчиков у меня. Что сделает 10 иксов. Никто не знает, кто такой Сатоши. И это хорошо. Адам Бекк уже давно в криптовалютном мире. И даже кое-кто думает, что он и является настоящим Сатоши. Но если он реально Сатоши и не хочет говорить об этом, то никто и не узнает, кто скрывается за Сатоши. Илон Маск говорит, что он сократил бы 80% правительства, если бы работал в администрации Трампа. Это было бы хорошо. Илон Маск объясняет важность создания Департамента эффективного управления. Д-О-Джи-И. Вы можете себе представить, какое невероятное будет правительство с участием Элона Маска. Это эпическая битва Мэджикрафт. Мэджикрафт проводит много соревнований и конкурсов, турниров. Это просто невероятно, что там создает эта команда, команда этого проекта. Партнерства, призы, гивавеи, турниры, большие турниры, крутые трейлеры. В общем, почитайте у них в Твиттере. Это потрясающе. И вот то, что мне как раз и нравится. Турниры плюс игры. MCRT станет основной валютой игровой индустрии. Еще раз регистрируйтесь в трейдерском турнире, который уже начался. И пишите в комментариях, какую монету мне проанализировать. Задавайте вопросы. Пишите, откуда вы. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И не забывайте. Я начал торговать с 2000 долларов, которые я заработал, продавая кукурузу. Теперь вон у меня сколько денег. Я вам показываю каждый день свой торговый аккаунт. А этот торговый аккаунт я начинал со 150 тысяч в прошлом году. И на самом деле я еще трачу деньги с этого баланса через платежную карту. Вот смотрите, в этом году я потратил 24 тысячи евро. Также еще обналичил 5000. Короче, 30 тысяч евро потратил с этого баланса. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok